За столом переговоров собрались представители краевой и городской власти, а также общественники. В администрацию региона не уменьшается поток жалоб от жителей Кубанской столицы на точечную застройку. Например, в районе улиц Уральской и Старокубанской возводят дома, рассчитанные на 14 тысяч жителей. При этом школы и детские сады уже и без того переполнены. Мы договариваемся, договариваемся, но наши договоренности на практике никак не реализуются. Не бывает так, когда мэрия или архитектор, бизнес строительный, они не хотят жить по-новому. Ну и горожане не хотят жить по-старому. Мы договаривались насчет точной застройки, договаривались. Ну и почему она продолжается, я не могу понять. Коллеги, тут не надо же меня вставлять монстром. Я реально понимаю, что город должен развиваться, он должен строиться. Но строиться комфортным. Мы же договаривались, город должен строиться комфортным для жизни. Не только квадратные метры, а жизнь должна поселяться в этих квадратных метрах, в этих кварталах. Если у вас на 14 тысяч жителей этот квартал, микрорайон, можно сказать, целый, небольшой, то тогда где благоустройство, где комфорт, где социальные объекты, а не где. Вот об этом кто должен думать? Мэру Краснодара Вениамин Кондратьев поручил пересмотреть кадровый состав Департамента архитектуры и градостроительства.